Пылесос спускает Субтитры добавил DimaTorzok Всем привет! Вы на канале Деревенские будни В общем, ребята, мы едем домой Уже возвращаемся Ездили мы за пчелой Что это все на меня? Тебя что-то тоже видно было? Мы вместе едем У тебя не видно Вот теперь видно В общем, ездили мы за пчелой В прошлом видео Не в прошлом, а Несколько видео назад Если кто следит за новостями То знает, что мы Отвозили пустые улья И нам человек В эти улья должен был Посадить пчелу Ну, то есть мы у него Покупаем пчелу И, короче Вот теперь мы везем Обратную пчелу Вернее, улья с пчелой уже Получилось что? Получился только один улья Он хотел нам два улья дать Но у него так тоже получилось Что только один А один обратно Мы уже пустой везем Пчелы там Обсижено на девяти рамках Но мы еще не всмотрели Вот он сейчас Смотрите, посмотрим Еще не всплывали даже В багажнике улья стоит пчелой А пустой наверху В багажнике Хорошо, хоть дорога ровная Грязки нету Едем тихонечко Осторожненько На улице уже вечер А что у нас? Девять часов вечера Сейчас уже темнеет рано Дело к осени уже идет Ну вот этих пчел Нужно будет подкормить еще сахаром Потому что Сейчас уже взятки нет И в зиму нужно обязательно подкормить Пчел в нашей местности Лучше подкормить Потому что Надежнее так Сейчас приедем Сделаем сироп И завтра уже Положим пакетики с сиропом Сегодня пока Поставим улей Пока они успокоятся Хорошо, хоть близко Далеко не надо Так, вот в общем привезли С крышкой он сюда не влез Поэтому крышка у нас в салоне Тут у нас крышка Ну, этот пустой Этот у нас пустой Далеко не влез Выпечатывайся. Отпечел что-ли? Так, надо опять впервые. Аккуратно, сейчас выберем. Тихо. Аккуратно, ровненько, тебя вытаскиваем и ставим на пол. Аккуратно поднимать все равно направление. Вперед только можно наклонять. Не вбок. Что прамки-то? Давай-давай-давай. Отдыхаемся. И? Ставь, тихонечко. Ты устала? Ну ладно, пошел. Сейчас вон там поставим. Немножко остался. Давай сюда поставим. Вот сюда. А почему? Сейчас, подожди, надо поставить. Где у нас на ток-то? Вот с этой стороны. Все, берись. Подожди. На ту, на ту. Вот сюда. Так, ставим ровно. Так, сейчас. Крышку пока не снимаем. Сейчас. Ой, тюрьм, надо крышку. Что тут роете? Эй, хрюши. Надо травку. Травку надо? На. 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 Не хочешь? Да. Ах, хрюши. Ах, хрюши. Какие замарались-то все, а? Чего ж вы такие чумажи-то? Ах, хрюши. Ах, хрюши. А мне кажется, когда они не наедаются, они начинают рыть, есть. Да, всегда. Не надо. Ну, пока вот это одеяло положим теперь. Ну. Потом надо будет срочно шить. Так, еще нет. Все. Шить. Итак, друзья, ну вот, мы приехали. Привезли улик с пчелами. Сейчас мы поставили пчел на место, как говорится. Часа через два, наверное, откроем ли точки. И уже пусть пчелы приживаются. Вот опять у вас возникнут вопросы. Ну, не у всех, а у некоторых возникают вопросы. Особенно у умных людей, которые говорят, почему вы осенью берете, а не весной пчел. Но я уже упоминал в предыдущих видео, где я о пчелах говорил. Нам сейчас дают пчел, поэтому мы сейчас и берем. До весны еще надо жить. Там неизвестно, что будет. И весной они все дороже уже будут. А сейчас эта пчела, она уже готова к зимовке. То есть продавец, он уже все приготовил. Сейчас только осталось их подкормить. Сейчас я сделаю сироп, сейчас приготовлю. И утром уже и в пакетах дам сироп уже на подкормку. Вот. И намного дешевле встает, чем, допустим, берешь пчелопакет. Вот здесь девять обсиженных рамок. Уже готовая хорошая семья на девяти рамках. И я отдал за нее всего лишь две тысячи рублей. Вот. И эта пчела, она уже готова к зимовке. Как она призимует, я не могу сказать. Результат уже будет только весной. Поэтому сложно сказать как. Ну, как хозяин уверил, что она должна призимовать хорошо. Ну, я ему доверяю, как бы он пчеловод со стажем уже. И, ну, добрый человек. Поэтому есть основания доверять. Ну, как говорится, какой бы ты ни был опытный пчеловод, пчела все время, даже год тебе какие-нибудь приносят сюрпризы. Поэтому как она перезимует, так она перезимует. Результат будет весной. Ну, все, вроде бы. Сейчас пустой улик тоже сниму. Принесу его, все поставлю на место и все. Ну, в общем, получилось только с одним уликом у нас, как я уже упоминал чуть выше. Кто промотал или кто прослушал. Потому что хотел нам человек дать две семьи уже. Ну, получилось одна. Ну, так получилось. Ничего страшного в этом нет. Поэтому то есть, то есть. Слава Богу, из-за этого. Ну, потихоньку уже, бог даст, уже весной будем расширяться. Только бы сохранить вот это вот. Чтобы они хорошо перезимовали. Ну, а там уже. Опыт дело наживное, так говорится. Будем учиться дальше. Ну, все, ребят, всем пока. Спокойной ночи всем. У нас уже вечер уже все. До свидания.